Девушки отдыхают Возвращайтесь, капитан. Генерал Черем. Сейчас мы подобрались к нему как никогда близко. Если убьем генерала, обезглавим военную машину врага. Это он, да? Это Черем. Помоги мне выбрать. Взгляни на того, кто подойдет для ВВ-секции. Я видел все, кроме истинной шестопости. До сих пор. Ох, видосын. Есть! Ты и я? Возвращайтесь. Сбавим нахер отсюда. Ну! В таким раше тратим до закладу психиатричного. Я вижу кого-то. Ее зовут Аня. Ухаживает за мной. Сейчас 1960-й. США сдались 12 лет назад, когда нацисты сбросили атомную бомбу. Поезд на Берлин. Правильные черты арийца. Бойцы сопротивления, где они? Би-Джей Бласковиц. Кэр-Вайн. Ты жива. Если ходить под себя, это жизнь. Враг верит, что войне конец. Что мы слабы. Не в силах им противостоять. И, как всегда, враг не прав. Сет Рот. По официальным данным, его задержали и отправили в концлагерь. Ты Сет Рот? Я не уверен. Ты знаешь, кто такой Сет Рот? Ты из Дарат Ихуд. Источник технологий нацистов. Я за тобой. Надеюсь, ты нашел, что искал дружище. Меня зовут Бамбатер. Уильям Джей Бласковиц. Ты берегись. Никто не уйдет. Макс Хасс. И я тоже Макс. Макс не любит насилие и не хочет, чтобы кто-то пострадал. Таат Ихуд. Древнее тайное общество. Мы изобретатели. Технологии Таат Ихуд на века опережают все, что вы знаете или даже можете себе представить. Добро пожаловать в Берлин, Бласковиц. Представьте себе. Командует имя фрау Энгельт, ваша подружка. Небось, череп ее повысил за историю с лагерем. Эй, капитан. Вы угнали молот Евы. Самую мощную подлодку во всем нацистском флоте. И как можно быстрее двигайтесь дальше. Давайте сотрем черепа с лица земли. Череп. Надо было сразу убить мерзавца. Выпотрошу с таймя. Капитан, мы на позиции. Ядерная пушка заряжена. Можно стрелять. Стреляй. Уильям! Уильям! Бласковиц! Ищите его везти! Бласковиц! Отца сегодня не будет. Уехал по работе в Даллас. О, милый. Сильно он тебя стукнул. Отдыхай. Все пройдет. Есть супы. И еще каша. Что ты будешь, малыш? Ну же, капитан, помоги решить. Аня, в чем дело? Кэролайн! Я его вижу! Сюда! Уильям! О, глупенький. Ты правда думал, что мы тебя бросим? О, боже! У него кишки везда! Давай, держи, нам руками! Плохо дела. Тащите вертолет! Давай! Раз, два! Подняли! Это счастье. Завершить дело, ради которого пришел в этот мир. Давай. Рядом с любящими друзьями. Ты даже не представляешь, как я страдаю. Бомбата, мы улетели. Огонь! Там, Адам! Он теряет кровь. Быстрее! Макс, бас! Меня накрывает волной жара. Молотенце! Кажется, небо в огне. Кэролайн! Он убирает! Лежим. Он синеет! Бомбата, готовь каталку в ангаре! Будем через девяносто... Смерть вновь стоит у ворот. Кричит мое имя. Заходи, старушка. Прости, что заставил ждать. Посмотри-ка, Билли. Мой папа говорил, Когда у тебя будет сын, Отдай ему это кольцо. Оно обручальное. Оно в нашем роду уже восемь поколений. Представляешь себе, сынок? Это наша реликвия. Ты встретишь свою любовь И наденешь ей кольцо на палец. Это очень ценная вещь. На улице, кажись, сорок с креном. Не говори отцу про кольцо. Он его отнимет. Он про него не знает. Вот и помалкивай. София! Мама, Прощен ли я? Была ли моя жизнь праведной? Заслужил ли я того, Чтобы увидеть рай? Ты даже не представляешь, Как я сходу, да? О нет. Мама. Я попаду в ад. Тяни, тяни, Бомбата. Нам придется удалить почти весь кишечник. Сделай, что нужно, Сет, умоляю. Не покидай нас, Бласковец. Если выживешь, я обещаю тебе, Обещаю, что все будет хорошо. Кендерлах, приведи мне донора в крови. Живо! Народ, нам срочно нужны доноры в крови. Слышите? Встройтесь в очередь у лузарета. Бегом! Шевелитесь, парни. Свет! Свет! Нужен свет! Сиди тут, не шуми, он идет. София, где он? София, прочь с дороги. Он же не виноват. Не трогай ребенка. Не беси меня. Я видел его с ней. Он же дитя. Они играли. Он не понимает. Нихера подобного. Прекрасно он знает, что нельзя общаться с негритосками. Я не позволю бить сына. Хватит. Ты даже не представляешь, как я страдаю. О, София, я каждый день надрываюсь. Все руки в кровавых мозолях. Они своими поборами с меня кожу живьем дерут. Я унижаюсь, лишь бы не прогореть. Я видел их вместе зафия. Они тискались под тополем. Я этого не допущу. Я слишком долго вкалывал твою мать, чтобы потерять репутацию из-за того, что мой сын втюрился в негритоску. Рип, так жить больше нельзя. Я готовлю, мою. На мне лошади. Хозяйство. Не один ты за всех страдаешь, Рип. Зря ты не закрыл лавку, как говорил мой отец. Мы всем должны. За свет три месяца не платили. Ты потерял все деньги, которые вложил мой отец. Ты играешь с огнем, София. Что на тебя нашло? Я не тот, с кем можно распускать язык. И не тот, за кого я вышла. Я вышла за мужчину, чья семья бы не голодала. Бог свидетель. Слышишь, не позволю избивать сына. Заткни пасть, а не то я ее сам заткну. Все вы жиды такие. Лучше всех все знаете, да? Еще дерзит мне жидовка сраная. Я женился на тебя, потому что ждал пользы от твоего папаши. А ты как камень на шее. Вечно лезешь не в свои дела. Не хочешь растить малого как надо, так я сам его воспитаю. Пошел вон! Благодарная, сука! В шкафу спрятался. Даже смотреть на тебя тошно. Давай еще сопля. Даже кинь. Что, все сопля? Какой же ты убогий доходяга. Тебя всегда будут задирать, ломать об колено, заставлять жрать дерьмо. Ну и что ты им ответишь? Ты же и драться-то не умеешь. Давай хоть научу тебя люлей получить. Дыши ровнее, бласкавец. Восстанавливай силы. Мы начали важное дело. Расклад меняется. Круг Крайзао теперь на подъеме. Ты будешь нужен мне, когда мы начнем действовать. Чувствуешь, как толкается? Бесси, иди есть. Да, 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 ты умница. Да, Бесси, ты хорошая девочка. Никуда ты не денешься. Скули сколько хочешь. Жизнь, она не сахар, парень. Иногда ублюдков надо наказывать. Убивай или сдохнешь. Старые немощные обречены. Моразь и всех мастерей. Грязные сволочи и прочие твари из кожи вон лезут, лишь бы отнять трудовые доходы у белого человека. Мы должны вправить мозги этим гомосекам. Это твой долг. Палец на курке. Так. Теперь застрели ее. Стреляй! Но какой же ты слабак. Весь в свою мамашку. Помни, милый, Дальше будет лучше, чем сейчас. Кто это? Это я. Это я. Старые немощные обречены. Доложь! Всем привет, меня зовут Артур. И сегодня мы с вами начнем страдать в Ульфинштейн 2. Зеню колоссус. Да, черт возьми. Господи, я сейчас такой злющий. Вы себе не представляете. Я даже ума приложить не мог, что у Ласковича был такой отец. Мало того, что законченный расист, так еще и тиран. Тиран, избивающий свою жену и сына. Капец, я не знаю. Он, он просто, он во мне что-то подпалил только что. Я хочу сейчас убить всех, кто станет в нас на пути. Боец из Кайзао. Тихо, 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 свои. Это ты. Возьми. Они тебя ищут. Честно говоря, я удивлен услышать здесь русскую озвучку. Если я правильно помню, в первой части вроде бы не было русской озвучки. Кстати говоря, да. Мы с вами вместе не играли в первую часть, но я играл в нее сам еще, черти когда. Так, ну-ка. Давайте. О, твою мать, уже серьезно? Получи, подонок. А знаешь, из-за... Это теперь наша подлодка, нацисты. Тихо, тихо, тихо. В спину, ублюдок. Знаешь, почему нас так быстро убили? Потому что мы играем с вами на воплощении смерти. На уровне сложности, где у нас, похоже, будет максимум 50 здоровья. И если мы будем набирать чуть-чуть больше, то оно будет урезаться до этого уровня. Тихо, тихо, тихо. Подохни. Будет урезаться до этого уровня, и при этом убивать нас будут, походу, буквально с двух выстрелов. Так, надо быть максимально аккуратным в этом случае. Катастрофа. Я не знаю, Бласкович, это просто железный человек. Просто невероятно. Мало того, что он когда-то выдержал, у него сейчас шрапнель в голове. Это, походу, наши, кстати говоря, рентгеновские снимки. Мало того, что у него шрапнель в голове застряла, и я боюсь, что когда-нибудь она еще даст о себе знать. У него постоянно должна болеть голова, по идее. И мне вообще кажется, что она у него один раз знает, что он неправильно как-то ляжет спать или повернет голову не так. У него оно заглянет или сдвинется там с места, и в итоге он опять станет овощем на какое-то время. Так, берем все, что видим. Все, пригодится. Ну, уровень здоровья у нас будет падать все равно, так или иначе. Так, теперь у него еще... Скотину. Так, теперь у него еще и паралич задних конечностей. Господи, нижних точнее. Держись, Аня. Я иду к тебе. Аня. А знаешь, что нам нужно? В первую очередь нам нужно... А я вот так вот просто теперь не поднимусь, да? Угу. Теперь только лифт. Катастрофа. Ну, честно говоря, я думаю, что... А мы можем туда пройти, кстати говоря. Может быть как-то... Ну-ка, подожди. Может быть здесь есть какой-то путь? Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что я думаю, что возможно... Вот здесь вот нет? Не открывается никак. Я думаю, что мы здесь еще сможем, наверное, походить как-то. Нам сейчас нужен вот тот костюм, который носит... Боже, я уже забыл имена практически всех. Вот та женщина, помните? Мы для нее нашли костюм... С помощью которого она могла ходить. Скотина! Я не успел. Ладно, я еще к нему думаю вернусь. Ага, это бронебойное стекло. Понятно. Ну, давай, тебя бой... Ох, твою мать. Окружающими... Ага, понятно. То есть теперь мы можем еще выполнять... А для чего мы эти устойки выполняем? Просто для достижения? Или мы что-то сможем делать? Так я... Ага, вижу. Хорошо, давай, делай, что нужно. А за это я не обещаю. Все, поехали, поехали, давай. Так, подруги, хватаем все, что валяется на полу. Осторожно. Живо-живо-живо-живо-живо-живо! Вот так-то лучше. Раз, два, три! Ау, Федерзейн! Вонючие куски дерьма. Так, Бласковец, я рад, что ты пришел в себя. Я рад, что ты встал с постели. Где она? Я не видел ее с тех пор, как они с Кэррлайн обороняли лифт на верхнюю палубу. Тогда покажи мне, куда идти, Сэр. Фредерзейн, ты хоть знаешь, сколько пролежал? Пять месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывают. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать. Ну и много чего еще. Сейчас не до того, скажи! Пока! Фредерзейн, она охотится за тобой. Перевернула все вверх, но мы наконец нашла тебя. Нацисты проникли на подлодку. Много раненых. Много убитых. Меня вообще отрезало достойных. Все, мне пора. Нет! Нет, нет, Хакмир, не жди, я не чайник. Я же сказал, нет. Просто помоги найти лифт на верхнюю палубу. Ну ты полный, Оксен. Ты полный, Оксен! Ну ладно. Путь к лифту на верхнюю палубу лежит через толпу нацистов. Но! Я установил ловушки, правда не успел их активировать. Но! Глянь сюда. Эта карта. На ней показано, где стоят ловушки. Используй их против терракта фашистан. Вот так. Вот так. Поосторожней. Постарайся не умереть. Будь так добр. Ступай. Ну если ты так просишь. Фрау Энгель. Ищешь меня? Наоборот, дамочка. Это я тебя ищу. А я уже буквально за углом собирался коньки отбрусить. Фрау Энгель, господи, я начинаю вспоминать. Фрау Энгель, это наша красавица, о которой мы лицо подпортили. Это немножко. Это был Сетер Рот. Да, тот самый Сетер Рот, который нас отвел на... Боже, мы как раз захватили вот эту подводную лодку. Молот Евы, кажется, или что-то в этом роде. Он как-то так назывался, да? Который мы... Да пошли вы нахер. Буду я еще с вами сейчас цаткаться. Тихо-тихо-тихо. Кстати говоря, тут есть... О, быстрое сохранение. Господи, как давно я этого не ощущал. Прикинь, это один из тех случаев, когда... Когда ты неудачно сохраняешься... Все нормально. Ууу, тихо. Один из тех случаев, когда ты неудачно... Сетер Лайн, где бы ты ни была. Делай все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду. Один из тех случаев, когда ты неудачно сохраняешься, и ты понимаешь, что вот сейчас ты загрузишься, и тебя сразу же убьют. Это было именно оно. Хорошо. А, вот оно как. Он кладет его себе на этот самый... На ноги и едет. Я тебя понял. Так, здесь я не проеду. Это та самая ловушка, про которую... Я должен был ее активировать. Да, блин. Надо было... Короче, я понял свою ошибку. Короче, мы сейчас находимся на той... Тихо-тихо-тихо-тихо. На той самой подводной лодке. Я начинаю вспоминать. Та самая подводная лодка, которая привела нас... Здесь я не пройду. Хотя смог бы, наверное, как-то, да? В будущем, видимо. Так, мировое общество осуждает убийство генерала Штрассе. Берлин 21 февраля 61 год. Во вчерашнем телевизионном обращении, которое транслировалось на весь мир, наш любимый фюрер сообщил о смерти великого генерала Вильгельма Штрассе в результате нападения террористов на его исследовательский центр. Вильгельм Штрассе это тот самый череп на его исследовательский центр в Прибалтике, произошедшего на прошлой неделе. Генерал Штрассе прославился не только гуманитарной деятельностью, деятельностью и научными открытиями, которые позволили Великому Рейху освободить мир от гнета тирании. Он также был близким другом фюрера. Наш любимый фюрер, потрясенный этой трагической смертью, был исполнен желанием пократь террористов, совершивших это омерзительное нападение. Это вне всяких сомнений нападения на всех нас, на граждан Великого Рейха, пытающихся жить в мире, заявил фюрер. Мы отыщем и предадим суду этих презренных убийц. Давай. Попробуй. Но на самом деле пока что не преуспевают в этом, потому что смотри, мы находимся на подлодке, которую каким-то вообще каром непонятным отследили. Ох, твою мать, тихо, тихо, тихо. Отследила в Энгель. На самом деле Энгель меня уже начинает напрягать. Причем очень серьезно. Так, я сейчас отключил или я включил? Надеюсь, я отключил. Иначе, если я это на самом деле не отключил, меня здесь просто размажет. Так, давай-ка пойдем в ту сторону. Хотя мне кажется, что это все идет в одну и ту же сторону, да? На самом деле, я смотрю, что они сделали игру, по-моему, еще жестче, чем она была, потому что я не помню, чтобы я умудрился умереть в первой части на первых же врагах. И это очень круто. Я слышал, что игра жесткая. Давай вот что сделаем. Давай мы все-таки включим вот этого дела здесь, потому что если к нам придут из-за спины, будет беда. Да не гони. Они хотят, чтобы я сейчас ехал по... Ох, катастрофа. Так, тихо-тихо-тихо сейчас. Самое время, давай. А, я вспомнил в первой части. Знаешь, что было? Катастрофа. Он выдержал. Выдержал. Ох, чую, будет жестко. Ха-ха-ха. Давай. Именно этого я и хочу. Посмотри, эта тварь выдерживает. Чуть ли не прямые попадания в голову. Тем не менее. Я просто на самом деле ожидал, что если я ему засажу пулю прямо в затылок, то он подухнет. Даже несмотря на то, что у него шлем. Но, судя по всему, шлемы у них работают достаточно неплохо. Господи, на самом деле, я так давно хотел поиграть в шутер. Я уже даже начинал немножко расстраиваться, что никаких хороших шутеров не выходило. А старенький играть тоже не очень-то хотелось. Хотя был у меня на примете Bulletstorm, который я еще не играл. Говорят, что это довольно хорошая штука. Вот, но... Как-то я потом чуть-чуть перегорел. И тут внезапно выходит Вольфенштейн. Я даже не знал, что он... Что он собирается вообще выходить. Так, записка солдата Оскара. Комендант Фитчер. Я знаю, что вы очень заняты, но мне кажется, нам нужен запасной план на случай нападения террористов. Да сами вы террористы. Вы наверняка получили... Хотя... В какой-то мере они правы. Вы наверняка получили донесение. Читали заметки и смотрели речь генерала Штрассе на прошлой неделе. Этот человек на этой американе сокрушит все, что не попитя. Что будет, если он придет сюда? Мы сможем спрятаться где-нибудь на борту. Думаю, нам нужно заняться этим вопросом. Это они про нас говорили, да? Вообще, я не знаю. Блазкович, это просто железный человек. О, твою мать! Железный человек, который помер на ловушке Сета Рота. Да, я вспомнил. Его зовут Сет Рот. Так, ну давай, иди сюда. Ага, понятно. Хе-хе-хе, здесь кругом он... Катастрофа, когда у нас осталось только ловушек подоставлять? Так, давай-то отрубим дело. Я отрубил, получается, только эту. Но тут, честно говоря, даже не играл, что есть ловушка. Ага. Так, я чую, что будет жестко. Круто. Давно я не играл шутеры, тем более сложные. Мне вообще, честно говоря, вот эта тенденция на сложные. Игры в последнее время очень нравятся, серьезно. В последнее время очень много жестких игр повыходило. Это очень круто. Я имею в виду, повыходилось и выходит, продолжает выходить. Это просто невероятно. Я уже даже видел возмущение по этому поводу, что какого черта я казуал, я не могу играть в жесткие игры. Что мне, типа, не нравится эта тенденция. А мне... Мне вот наоборот очень прет. Словил лицом пулю, падаль! Твою мать! Катастрофа, посмотри! Это все, на что вы способны, твари, да? Ну тогда, Энгель, вами будет недовольна. Давай, выходи по... А, нет-нет, даже не по одному. Выходите все с копом. Что, это все, что ли? Ты сюда нет. Вот еще один. Зуныкался. Все. Тюп. Надо, чтобы они нападали на меня грубкой сразу, вместе. Тогда у них будет какой-то шанс. На самом деле, очень неплохо передана вот эта вот поездка на вот эти коляски. Серьезно. Прям чувствуется, как Бласковичу. Очень тяжело ее толкать. Раз, два, три. Очень круто. Сдавайтесь, террористы. Вы проиграли. Украденная вами подлодка снова под нашим контролем. Почти все ваши друзья убиты. Хотите лечь с ними в одну могилу? Генерал Энгель готова пощадить вся подлодка с лодкой на оружие и капитурирует. Это ваш последний шанс. Как мне... Генерал Энгель? Ого! Ее довольно серьезно повысили, судя по всему. Но на самом деле это та еще тварь. Они хоть и... Они сейчас блефуют, я тебе говорю. Они хоть и говорят, что они убили всех, но на самом деле они сами еще не уверены, убили ли они действительно всех. Это во-первых. Во-вторых, если мы в это поверим, то все, что они попытаются... Так, давай, Бласкович, давай, ты сможешь. Давай! Нет, ладно, тогда делаем так. Сейчас выезжаем и сразу резко в голову тваря. А, понятно. Хорошо. Есть? Так, не перезаряжаемся. Пока не перезаряжаемся. Ты еще живой! Ух, твою мать. Давай, Бласкович. Снова в деле, старик. Забудь про боль. Надо бы запустить конвейер вспять и попасть к лифту на верхнюю палубу. Боже. Я иной раз просто восхищаюсь Бласковичем. Это просто трындец какой-то. Он... Он практически уже умирает. У него отк... Тихо. У него отказывают пучки. Слушай, ну мы, по идее, там можем проехать, но я уже боюсь таких мест. У него отказывают пучки. У него все совсем плохо с органами. Он уже 10 раз перерезан на операционных ссылах. Ну, короче говоря, черти что у него. Там уже внутри творится и тем не менее он все еще продолжает бороться. Маньяк. Да. Можно и так сказать. Так, тихо, тихо, тихо. А ты будешь тысячу первым. Скотина. Он там с кем-то разговаривает. Можно знать, что произвелить. Можно заехать ему за спину и уничтожить именно этого, которого мы видим. А того, вроде, перестрелить. Но я, честно говоря, не уверен, успеем ли мы. А, мы можем взорвать бочку все-таки. Я, видимо, в тот раз по ней просто не попал, да? Тихо, 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 тихо. Энгель, на самом деле, если кто-то поверит вот в это все, в то, что уговорил вот этот вот товарищ по радиосвязи и выйдут сдаваться, а это будет просто верная смерть. А не просто придут, Энгель, в руки. Я тебе говорю. Тихо, тихо, тихо. Так будем максимально тихими, насколько это будет возможно. Подохни, мразь! Невероятно классное передано ощущение поездки на коляске, на самом деле, но я удивлен, что они не слышат того, как я на ней езжу. Нам срочно нужна Кэролайн. Я думаю, что она сможет там достать один из таких костюмов. Хотя, по большому счету, это, наверное, больше вопрос к Сету Роту, потому что это он отвечал за... А, вот броня, отлично. Это он по большей степени отвечал за подобные технологии, так что я думаю, что он бы мог бы нам сделать такую броню. Так, надо быть аккурат... Слушай, на самом деле, мы бы могли вот того, который туда вот сейчас смотрит, его надо, наверное, с той стороны вывести из строя, потому что если... Тихо, 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 я могу... О, что это? Это бомба или это? Да, смотри, граната. Ого. Видишь, он смотрит в нашу сторону, нужно от него избавляться с этой стороны и получить. Мы можем, кстати говоря, ездить, похоже, быстро. Ну, насколько это возможно, конечно. Я не совсем понимаю, что вот это вот мы сейчас набираем. Это просто какие-то ачивки или это все-таки что-то у нас прокачивается? Скорее всего, какие-то ачивки, да? По-моему, подобное было в первой части, но... Вроде пока не видит, да? Но я не буду рисковать. Да, ты посмотри. Но эта скотина может сейчас лишить меня брони и здоровья в один миг. Ага. Да, чувствую, будет жестко. Круто. Хе-хе-хе. Давно уже не попадались жесткие, хорошие, качественные... У-у-у, откуда? Из-за спины, ты серьезно? Лови гранату, падаль! Откуда ты взялся? Посмотри, эта скотина сняла мне всю броню и еще и здоровье чуть-чуть. Охренеть можно. О, тихо. Угу. Говорю, что давно нам не попадались качественные и сложные при этом шутеры. Так, надо быть аккуратным и... случайно самим не попасться в ловушку. Потому что я могу. Эта скотина убежала когда-то туда, по-моему. Скотина, да ты посмотри, я только отвернулся! Подохни, падаль. Слушай, вот туда вот мы, в принципе, можем выйти, но... Ну, давай выйдем, ладно. Угу. Так, американские территории процветают при новом режиме. Сприн этот флаг. 12 июня 61-го года Министерства регионального развития американских территорий Великого Рейха опубликовала подборку независимых отчетов о текущем состоянии американских территорий после их освобождения от прогнившего старого режима и установления нового американского порядка. Независимые исследователи единогласно сообщат о том, что уровень благополучия граждан Америки находится на высочайшем уровне в истории континента. По их данным Дэр Бэштрафер бомба принесшая мир в американские территории стала главнейшим фактором развития. Эти данные подтверждают то, о чем мы всегда говорили. Американцы долгое время были заложниками корруппированной элиты, которой было плевать на благополучие населения, заявил директор института Людвиг Хубер. Но наш любимый фюрер показал, что надлежащее руководство улучшает жизнь граждан. Ну-ка. Так, конвейер пошел спеть. Поехали. Погоди, а что здесь было? Или нам сюда не надо? А, я, кажется, знаю, когда мы сейчас выберемся. Угу. Дневник повстанца М. из Краузова. Мы все умрем, я это чувствую. Бессонница уже который день. Вижу обрывочные жестокие странные сны. Постоянно вижу лицо Хелен по улице. Нет, остальное в крови. Просыпаюсь от крика, не могу сныть. К черту сон. Пришел сюда впервые за долгое время. Может обрету покой. Больше не общаясь с остальными из Краизау. Не могу выносить их взглядов и голосов. Безопасно? На сраной подулотке нацистов? Да, бласкович я захватил, но откуда нам знать? Вдруг тут шпионская аппаратура? Никто не отвечает, никто не думает. Кэролайн сказала, что я пессимист. Попросила быть позитивнее и во благо общего дела. В жопу на место где никого нет. Решил остаться тут, подальше от людей, подальше от отощавших лиц и болезненных взглядов, которые будто бы мы оторжили в зеркале. Наверное, мне нужно поспать, но я не могу. Я боюсь своих снов. М. Это дневник вот того человека, которого там пристрелили. На самом деле, я должен сказать, что похоже повстанцев стало куда побольше. Помните? Каролайн сказала, чтобы нашли донорскую кровь, и там было довольно много людей, судя по всему, если там даже готовы были встать в очередь, спи, я могу это сломать, между прочим. Да, смотри, ого. Если там была куча людей, готовых дать нам донорской крови, то мне кажется, что довольно много повстанцев присоединилось после последних событий к нам. Ну, давно много людей имею так, на поехали. Не будем заставлять ждать фрауль. Где ты, Энгель? Я иду за тобой. Господи, у меня на самом деле с этой игрой столько классных воспоминаний, еще помнить те самые первые части, господи. На самом деле там вообще было вот совсем не то, что мы сейчас видим. Там было связано со всякими оккультными делами. Игра тоже, кстати говоря, все были довольно жесткие. Но там были какие-то оккультные дела, там даже зомби всякие были, катастрофа. Сейчас здесь все совсем по-другому. Творь! Ну не сказать, что хуже! Отвали от него! Уильям, ты в порядке? Аня! Аня! Уильям! Я молилась, чтобы ты очнулся. Я обуза. Что за глупость? Так, давай встанем. как ты поправилась. Сэд говорит, будет двойня. потом, потом, Киндерлах. Если выживете еще, успеете налобызаться. Вас нужно отправить наверх, на палубу. На палубу. Держись, Уильям. Уильям! Корректор А.Кулакова Еще один бöser Junge, с одной стороны? Поехали! Поехали! Сегрун! Почему ты отнесешь так тяжело? Я не знаю, Mutter. А! Ты не знаешь? Ха-ха! Дида! Апфюрн зом Ворох! Да, Mutter. А! Ты не делал двигатель的 Пленкини, а не диндиктов непрерыв! Мне нет, Mutter Если satisfying, я уйдив Pic illegal. Я голубежал Choi, только маленький, такие маленькие, ты дамы ку! А ты в даме голубежалка! А ты в ш Unrealении! А и в шутке твоя жаща! А что почему-то все люди скажут, а как ты в этой клинике вы в нашу Штуке в форму, а в шутке? А ты в шутке! Что это ты? Можешь! Позор! Сюда, я иди! Да я тебя расчета! Но я не могу! Оторг в дом! Позор! Оторг меня! Я не уверен, что там vary! Адрешёй за мотор! Да, до сих пор, раз, письмены! Я звоню тебя! Егор оттенков. Я займюха, когда ты не пришел! Открыть Source! Убийце, Вильяму Джозефу Ласковицу, известному как Шутки Билли. Я готова пощадить всех остальных на твоем судне, если ты сдашься. Двери открыты. Приходи один. Похоже, мне пора. Не ходи туда, Вильям. Они захватили наших. Она держит наше судно. Что делать? Ты прав, Ингелин. Тебе надо попасть наверх и как-то освободить лодку. Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Ты совсем не в боевой форме. Я справлюсь. Хочешь нас своей колясочкой задать? Недои. Недои. Да истая. Гут. Рунта митарустом. Забавное зрелище. Гений подполья в собственном дерьме. Блазковец. Ты очнулся. Как видишь. Я пришел за тобой. Как ты, Кэролайн? Она нас как-то нашла. Видно, я просчиталась. Нас выследили. Я все испортила. Думаешь, ты герой, Уильям Джозеф Плазковец? Поднять калеку! Ты не герой. О, нет. Тебя обожают только убогие трущобные крысы. Гнилое отрелье. Из вонючего гетто. Но теперь все изменится. Я покажу тебя по международному ТВ. Смотрите, люди. Разве это похоже на героя? Жалкий калека, который мочится в трубку. Все увидят, какой ты никчемный баяц. Бросьте. Спасибо. Спасибо. Ти земкалку. Склони голову. Глупости. Сопротивление не склонится. Матарь. Матарь. Секун. Sei still, ich arbeite Ich dachte, du würdest sie freilassen Aber das tue ich doch Ich befreie ihren Kopf und ihren Schultern Aber du hast gesagt, dass du sie fest Du machst deine leibische Übung und du verzichtest auf den Zucker Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in deinem Tagebuch geschrieben hast Er wird sie befreien? Gut Nimm Nimm Marsha, befreien ihren Kopf von ihren Schultern Du hast mein Tagebuch gelesen Lenk nicht ab, kämpfe sie Oder du kannst dich auf was gefasst machen Los, los, los Los, 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 los Los, los, los Schlag zu Ich kann nichts, Mutter Mach schon Nein, ich kann das nicht Ein Tagebuch Mit Perversion Und verräterischen Worten Das kannst du Einige davon waren sogar auf Englisch Seite für Seite Ergieß dich dein widerwärtiger Geist Du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh Verstehst du nicht, in was für eine Sack du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden Du hattest kein Recht, es zu lesen Kärlein Becker Klobbar Kroga Kryzaun Geni Pristupname Miro Klobbar Kroga Kryzaun Ахахахахаха Ахахахаха Как странно Скотина Она только что была здесь, а теперь её нервы Я выпотрошу тебя Смотрел ли кто-нибудь с любовью в эти глаза? Как думаешь? Он целый Муаххахахах Это не смешно Ахахахахах Он даже нерв好啦 Ты плена Ахахахаты Верпись Тя um это Это тоже твой старый друг, да? Хватит! Довольно! Мута, битте, хер аф, эс, рейх! Хас дэм вэк! Нэйн! Мистер! Давай, давай, Уайт! Я тебе помогу! Давай, Блоскович, одевай быстрее! Господи, додпихай ты свои ноги! Его же сейчас задушат! Быстрее! Господи, как у этой стервы получилась такая дочка! Это, наверное, то же самое, как у нашего отца получились мы, да? Твою мать, Кэрла! Зато теперь мы получили возможность двигаться хоть как-то! У меня ухо на месте! Ну и дела! Ну и дела! Могло быть гораздо хуже, Уайт! Эй, я не жестокий убийца, как твоя мать! Нет уж, спасибо! Я могу помочь! Поделюсь информацией! Военными тайнами! Ох, твою мать! Расскажу, как освободить подлодку! А еще там спасательные капсулы! Я знаю код, чтобы их открыть! Так, погоди! Как нам освободить подлодку? Эта дверь ведет к отсеку управления электромагнитными захватами! Там их можно отключить и освободить подводную лодку! Погоди, ты можешь открыть эту дверь? Да! Хэп! Иди туда! Найди отсек управления и освободи подлодку! Я буду держать оборону у спасательных капсул! Возвращайся скорее и вместе смоемся отсюда! За дело! Да! Да! Кстати, ой, твою ухо по-моему на месте! Хорошо, погнали!